Привет, друзья! Меня зовут Ксения Агеева, я международный карьерный стратег и основатель платформы для профессионалов Кореэлифт. И в данном видео расскажу о своем личном опыте перехода из офиса на удаленную работу и потом на фриланс. Я достаточно долгое время работала в офисе, как и многие из вас, работала в департаменте HR и, соответственно, доросла до позиции HR-директора. И в какой-то период своей жизни я решила поехать учиться, и компания пошла мне навстречу, дав мне возможность работать удаленно несколько месяцев. Тогда это было не так сильно принято, поэтому действительно вызывало у многих людей непонимание, как это возможно делать. Я помню, когда я еще даже проводила собеседование по скайпу, то, соответственно, люди не всегда понимали, как это вообще проводить собеседование, они нервничали, когда мы назначали такие встречи, не совсем еще тогда много использовалось инструментов для планирования, например, для обмена задачи с командами, для каких-то облачных документов они так часто использовались, поэтому для меня это был такой опыт достаточно серьезный. Я тогда, получается, работала в московском офисе удаленно и жила на тот момент в Бостоне, в США. Разница во времени еще играла такой момент, не очень приятно, что, например, собеседование по скайпу приходилось проводить поздно вечером, для того, чтобы кандидату было достаточно комфортно общаться. Поэтому тот период моего перехода на удаленную работу я вспоминаю с интересом и, с другой стороны, с огромным количеством сложностей, которые я знаю, что сейчас с ними не так сильно сталкиваются. Также у меня есть знакомые, которые тоже переходили на удаленную работу в своих компаниях порядка 8-10 лет назад, и тоже компании не всегда понимали, как с ними взаимодействовать, и, конечно же, они видят разницу между тем, как это было раньше и как это сейчас. Сейчас огромное количество инструментов, которые позволяют работать удаленно, контролировать своих сотрудников удаленных, либо удаленному сотруднику находиться полностью в контакте с командой, и в этом нет уже ничего страшного и необычного. Второй этап у меня уже случился намного позднее, когда я стала, по сути, своей фрилансером. Если возвращаясь к моей личной истории, то я решила поехать учиться в бизнес-школу в Мадрид, и, соответственно, стала просто студентом. Но как человек, который уже достаточно долго и много лет работал, я хотела продолжать какую-то деятельность, может быть, не такую активную, естественно, потому что это было не так легко совмещать с обучением. И я подумала, ну вот мне нужно что-то брать на фрилансе, да, понять вообще, как это работает. И я помню свою мысль, что на самом деле мне очень хотелось понять, как же все-таки фрилансеры становятся просто независимыми фрилансерами. Никогда им кто-то говорит, возьми задачу одну, возьми задачу вторую через знакомых, да, это такой путь достаточно простой и очень хороший, если у вас так складывается. Ну а если таких возможностей нет, и вам приходится выходить на рынок удаленных сотрудников и самостоятельно начинать искать первые заказы. Я в тот момент, несмотря на то, что много работала в офисе, и у нас в офисе были фрилансеры, в основном, конечно же, это креативные сотрудники, у них немножечко по-другому выстроен процесс, я не совсем понимала, как я со своими навеками HR могу быть полезно удаленно кому-то. И я пошла на биржу фриланса, это совершенно нормально, пойти поизучать, что же там вообще есть, да, этого не стоит бояться. Я посмотрела маленькие задачи, я посмотрела более крупные задачи, я нашла биржу фриланса для рекрутеров, посмотрела, какие там выдают заказы, как их можно реализовывать, возможно, это для меня или невозможно. Рекрутинг не совсем мне подошел на тот период, поэтому я смотрела задачи, опять же, по моей основной специализации, талант-менеджмент, управление персоналом, разработка системы мотивации, KPI в компании, соответственно, такие проекты были. И на бирже фрилансов постепенно я искала различных работодателей, которые давали такие заказы, и что самое интересное, вот здесь такой очень важный момент, когда вы уже являетесь профессионалом в своей области, вы можете предложить на выполненный заказ, например, заказ, который разместили на бирже фриланса, чуть больше, потому что вы понимаете, разбираетесь в этой сфере, вы можете ответить на него с такой позиции, посмотрите, я вижу у вас такой запрос, я могу его полностью реализовать, потому что у меня есть определенный опыт, но, возможно, вам понадобится еще и вот это, и это я тоже могу сделать. И у меня были случаи заказов, когда заказ был совсем небольшой, в итоге он увеличился в несколько раз после общения, после того, когда я говорила, что я могу сделать удаленно. Опыт, конечно, был достаточно непростой, потому что, действительно, переход из офиса на фриланс, он сложен в восприятии себя, сложен в понимании, как я буду себя презентовать, где моя стабильность, как мне презентовать себя клиенту, если я привык работать, в принципе, в офисе на конкретную компанию, и там все четко и понятно. Конечно, этот переходный период, там нужна поддержка, нужна поддержка людей, которые уже, возможно, этим занимались, поддержка вашей семьи, которые все равно в вас верят, это ваша поддержка и ваша вера в самого себя. Это очень важный момент, на который стоит тоже делать упор, искать эту мотивацию, все-таки хочу я остаться в этом фрилансе, или я не хочу в нем остаться, я попробую и уйду. И у многих, к сожалению, как я служу по своим клиентам, у многих пропадает эта мотивация очень быстро, то есть они взяли один, второй, третий заказ как-то неудачно, они говорят, ну все, на фрилансе там плохо и непонятно, я туда не пойду, я хочу обратно в офис. Но, тем не менее, выбирайте свою определенную стратегию, ищите разные способы, смотрите, будьте внимательны к тому, какие заказы вы берете, будьте хорошо настроены на работодателя, да, то есть давайте его всегда чуть больше, чем он ожидает, делайте лучше, и он действительно к вам вернется. То есть у меня были такие истории, когда я видела заказ, он был достаточно небольшой, я начинала его делать, делала чуть-чуть больше, делала очень четко, правильно, красиво, и когда вы сдаете такую работу заказчику, что он хочет сделать? Он хочет вернуться к вам еще и еще, это совершенно нормально, да, вы по сути, себя презентуете, и, кстати, очень многие заказы, они перерастают потом в постоянную удаленную работу, имейте это в виду, поэтому, если вы задумываетесь о такой сфере, как переход из офиса на фриланс, я вам не рекомендую, конечно же, сразу уходить на фриланс, я вам рекомендую делать это постепенно, параллельно, если у вас есть какое-то количество времени в день, например, час-полтора в день, попробуйте брать удаленные заказы, смотрите, насколько у вас это получается, что не получается, почему не получается, анализируйте, ищите, если не получилось сразу, не падайте духом, ищите другой заказ, ищите другого клиента, опять же, ищите, не обязательно, через биржи фрилансов, ищите через знакомых, то есть пытайтесь разными способами получить те самые первые удаленные заказы, которые дадут вам возможность поработать именно удаленно и посмотреть, прочувствовать, что это такое. Я желаю вам удачи в этом пути, надеюсь, что мой опыт был вам полезен и интересен, если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до встречи в следующих видео.